всем привет это я не плачу это артур это женя мы снова что-то делаем вот что-то кушаем и потом что-то высказываем а вы должны что-то написать это очень важно я веселый ведущий а мы продолжаем серию почти продажных обзоров если вы хотите почти продажи почти продажи ну потому что они не продажные все говорят о том на сере роликов по поиску спонсора до плане того что если вы хотите продажный обзор на ваше заведение контакты в описании пишите мне и можно потому что все говорят об продали есть все одно другое как так можно целый год нормально Giants продались номер свой продался я не пишите мне ближку на же последнее все там все так вкусно всего мухлядель да это говорит о том что нормально заведения стайна граждан наконец-то наконец итак сегодня мы в центре. А мы до сих пор без денег, извини. Да, да. Мы сегодня в центре в заведении, которое когда-то называлось библиотека. И у них запустился красный фудтрак. И у них появилось что? В нашей стране это тоже такое, знаешь, название, очень двойственное. Азиатские, азиатские блюда. Фудтрак. И первое, что это у нас будет, это у нас будет суп фобо. Или фобо? Или фобо? Фобо? На самом деле, я очень люблю такие супы. Это честно, это правда. Во всей азиатской кухне они создаются ну типа как вот у нас принято в некоторых заведениях готовить замы. Знаешь? Можно я возьму не ложки? А надо ложкой есть. Я хочу палочки. Хорошо, на тебе и палочки. Ты знаешь, что я корейц? Хорошо. По бабушке. Самое главное в супе фобо это, во-первых, говязь и говяжий бульон, который должен твориться много, много, много. И острота здесь на самом деле не важна. На втором месте у нас соответственно идет сама говядина и на третьем месте у нас идет лапша. У нас есть такие вот дупы. Это у нас маленький кусочек лайма. Какой-то он... Потому что больше не надо. Пожухуй? Нет, нет. И здесь... Это что? Ну, давай, вали. Нет, давай сначала без него попробуем. Да, сначала без него. Давай сначала бульончик нужно попробовать. Ну, как такового насыщенного вкуса говядина в бульоне. В бульоне я не почувствовал. Дальше следующее, что нужно попробовать, это сразу говядина. Подожди, не умкой. Да. Очень мягкая, очень насыщенная, очень интересная по вкусу говядина. То есть не просто вот вкус мяса, а здесь есть какие-то специи или они просто набрались из самого бульона. Ну и лапша. Лапши большое количество. То есть будешь шикать? Нет. Знаешь, что мне сказали знакомые мои, когда посмотрели наши обзоры? Что? Что ты слишком часто лапшу очень сильно всасываешь. Это очень громко. Извините, мой друг очень громко всасывает. Простите его за это. Давай. Расскажи, что ты думаешь про лапшу. Друзья мои, это лапша-лапша. Это... Это прямо лапша-лапша. Это вкусная лапша, которая не переваренная. Она правильной консистенции. Ну что, давай тогда все это засунем сюда. Я надеюсь, это сюда должно идти? Да, давай. Давай. Давай точно сюда. Хорошо. Перемешивай. Это кислотный соус с перчиками, да? Ну там острый соус, скорее всего, потому что там перец, там у нас получается... Этим, мы сейчас пробуем комплектацию, которая как будто бы здесь, ну в полном формате, да? Угу. Я знаю старую добрую корейскую традицию. Надо подождать. Раз, два, можно есть. Спасибо. Давай, Жень, все сразу. Он был сильно острый, как ты думаешь, твое предположение? Ну, по крайней мере, я здесь начал очень... Запах пошел. Счастливо чувствовать запах чеснока. Муждей. 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 Уже десятый выпуск. Давай я попробую. Прикольно. Вот сейчас хорошо. Вот мне сейчас хорошо. И тебя сейчас станет лучше. Да прекрати есть, все нормально. Ну. Мм? Вот с этими допами вкус стал насыщенней. До того, как прийти сюда, я видел на пост в Фейсбуке о том, что как бы, ну, запустили, отлично, там, выложили меню и написали цены. И кто-то сказал, суп 99 лей. Очень вкусно. Я считаю, что этот суп стоит свои 99 лей. Я поем этот суп. Давай попробуем сначала еще другое. Очень вкусно. Это том-ямчик. И вот здесь вот как раз у нас острота. Я бы хотел, наверное, попробовать сначала что-то другое, а потом перейти к том-яму. Потому что если у нас на самом деле здесь будет очень остро, поэтому лучше мы будем пробовать еду. Дальше у нас идет лапша. Так. Подтай с курицей. Ой, как красиво он выглядит, кстати. Да, видно. Сверху можно видеть орешки. Что еще здесь у нас есть? Лапша, яйца, зелень и лайм. А ты знаешь, что так увесисто? Ну давай. Там лимончик-то и... Лимонад с цветочками чего-то там. Попробуй и скажи свое мнение. Ну, да, я попробую. Но я кроме лимона здесь не чувствую ничего. Лимонад как лимонад. Вот хороший, хороший добротный лимонад, не сладкий. Я вообще не... Я не разбираюсь. Не суперкислый. Ну, кроме самого лимона... Мне не зашло. Кроме самого лимона не ощущаю ничего. Может, я очень попсовый, я должен в лимонаде видеть кусочки лимона и апельсина, не знаю. Тебе понравился лимонад? Ну, просто лимонад, но я бы не сказал, что он с какими-то там цветочками, чего-то там. Типа запить, да, окей, но попробовать как лимонад попить, нет. Так, курица вообще нет. Не понимаю. Сейчас еще раз. По ближнему. Курица мягкая, насыщенная. Крупная. Крупная. Большое количество курицы. То есть она не теряется где-то там. Ты знаешь, во всех таких комплектациях очень сильно, ну, привередливо отношусь к тому, как добавляют сюда, наверное, один из главных ингредиентов вкусовых. Это имбирь. Его здесь ровно столько, сколько нужно. Не больше и не меньше. Он всего лишь добавляет своего вкуса. Зеленая фасоль это очень круто. Шитаки. Да, шитаки там мне, конечно, не чувствуется, но это такое. Но любителя лапша, превосходно номер два. И курочка хорошо. Яичко, ну, потому что его надо добавить. Как по мне, так соус, которым это все тушилось и готовилось, достаточно в меру сладкий и в меру остренький. Даже я сказал бы, не у него, он пикантный. Очень хорошо. Прямо очень хорошо. Я прямо сделаю еще одну. Стоит под тай 75 лей от этого стоит. Это реально стоит. То есть второе блюдо, которое от этого стоит. За 75 лей это очень хорошая порция со свежими, вкусными ингредиентами, которые сочетаются в себе. Происходит вот эта вот многогранность вкусов. Именно курица, лапша, соус, эти овощички, яичко, здесь все чувствуется. Баклажаны по-сычуански с рисом и свежим салатом под фирменным соусом. я тебе хочу сказать, что сучане, 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 скромно жили, очень скромно жили. Салат это вот пекинская капуста, пекинская капуста, здесь немножко красного перца, болгарского, соуса на самом салате. И достаточно красиво выглядящие баклажаны, между прочим. Соус на самом салате вот никак. Рис, ну, ну, выглядит сухо пока. Выглядит сухо. Давай, сейчас я еще, еще, еще подсниму, чтобы вы видели количество вообще всего. Давай пробовать баклажанчики. О! Баклажан практически сырой. Это моя слабость. Ну и сладкий, ты знаешь? Баклажан просто божественный. Рис как рис, приготовлен хорошо. Единственное, что сочно, это только баклажан, больше ничего. Но вопрос к баклажанам у меня есть, по крайней мере, такое ощущение, что они заготовлены заранее. Может быть. И сейчас они просто вот их взяли, подогрели и засунули в это блюдо. Смотри, вообще отношение к баклажанам во всем мире оно разное абсолютно. И вот к такой формации баклажанов привыкли не все. Но в сочетании с вот этим вот рисом, так сказать, альденте, который у нас приготовленный баклажан, с этим сладким рисом, что-то есть. Но вот это обращаюсь с сучуанцам, обращаюсь, дорогие сучуанцы, нахрена вот это есть? Уберите эту пекинскую капусту, оставьте вообще. Потому что в комплектации все вместе, пекинская капуста отдельно. И как заявлено в меню, здесь фирменный соус. Этого фирменного соуса здесь крайне мало. Ну вот может быть сладость дает этот фирменный соус. Крайне мало в плане того, что может быть рис забрал его все, но как я сказал чуть раньше, на самом салате этого соуса не ощущается, то есть это просто капуста, которую вы едите, и она здесь... Чтобы забить этот вкус, я предыдущее блюдо попробую. 65 лей дал бы? Угу. Нет. Потому что это фирменный соус в той комплектации, который вот здесь, он этого не стоит. На, попробуй. А другого как бы и нет. Возьми ложку. И палочку. Следующий на очереди это у нас салат под названием битые огурцы. Ой, я эти водоросли обожаю. С чукой. Обожаю. Тут слабость прям моя. Я сам готовлю, кстати, эту штуку. И здесь это выглядит очень хорошо. Фишка и эксклюзивность этого блюда заключается в том, что это кунжут. Кунжутные семечки, которые попадают сюда, и они вообще полностью меняют весь вкус. Ну и соус, конечно. Ну, что? А ну, давай посмотрим, что там по порции. Сколько оно стоит? Так, стоит это 49 лей. Давай пробовать. Давай пробовать. Под водочку. Хрустишь ты аппетита, ты знаешь? Я бы огурчики еще прицепил. Я бы огурчики не так мариновал в соевом соусе, потому что они прям про это вот. Они прям забрали в себя весь соевый соус. И вот вкуса огурца здесь для меня очень мало. чука хрустит, огурец хрустит и все. Все хрустит, но вкус самого огурца вот он перебивается соевым соусом. Ну и по-разному нарезаны огурцы, соответственно. Артур. Женя. Пожалуй, я с тобой сейчас не соглашусь. Давай. Потому что к этому блюду я отношусь очень по-сочански. По-азиатски. И я тебе хочу сказать, что единственное, чего мне здесь не хватает, прибрать вот это вот хрустение огурца хрустого огурца, потому что он слишком явный. Ну правда, он слишком явный. Но когда доходит до кунжутной семочки с соусом, дела меняются. Я тебе хочу сказать, что очень достойное блюдо. Но, еще раз подчеркну, 40 сколько? 49. Не стоит. По количеству чуть больше должно быть. Это мое мнение. Вот так вот. Сколько людей, сколько мнений. Это у нас получается том ям. Так. Но для начала чай детокс с семочками конопли? Нет. Кужута? Нет. Семенами ильна? Нет. Семенами того, чего у вас дома очень много, если вы были паникером в начале пандемии. Греча? Греча. Хороший же не туалетной бумаги. Семенами туалетной бумаги? Ммм, здесь апельсинчик. Еще расскажи, уже невменяемое слово. Греча? Серьезно? Ну да. Ой, запах апельсина с чем-то. Запах апельсина с чем-то? Ммм, как мило. Как мило, что нельзя назвать это чем-то. Друг мой, я скажу тебе так, я был неправ. Давай. Лимонад вкусный. Нет, может быть, для тех людей, которые придерживаются детокса, правильного питания и всего остального, это ок. Но здесь тепленькая водичка с апельсином и... С отдаленным таким посторонним запахом чего-то. Если ты вспоминаешь слово гречка, то да, а, окей. И гречка, вот да, если вспоминаешь гречка, то гречка вот приходит потом. А здесь еще есть имбирь, то есть апельсинчик и имбирь. Ну, в основном это апельсинчик и имбирь. С водой. Суп, который у тебя на первом месте. Да. Сначала там яма, потом жена. Да. Ровно так у нас в семье. Подается с рисом. Ну, такое. Я очень без риса, том ям. Кстати, том ям очень вкусный, когда вы им закусываете водочку. Я отдельно положу креветку, для того, чтобы ее попробовать. А что там? А там две креветки? Две, три креветки. Три креветки. Немножко... Это, конечно, царские. Три креветки. Немного грибов, шампиньонов, зелень. Хороший. Я не пробовал ингредиенты. Да, я попробовал грибочки. Пошло, да? Вот прям пошло. Одно за другим, да? Очень хорошо. Почему мы рис не добавим? Потому что мы сначала пробуем ингредиенты, а потом будем пробовать рис. Грибочек хорошо. Креветку я попробовал очень хорошо. У нее есть свой вкус. Она не резиновая. Она, самое главное, очищена от внутренности, от какашуль. Потому что, да, потому что креветка пришла чуть попозже. Да. Добрый вечер. Я в суп. Пожалуйста, уже все готово. Да. Если говорить про остроту, насколько я люблю остроту, и Женя любит остроту, то здесь... Это мягкая острота. Здесь она очень-очень мягкая. То есть, здесь даже тем людям, которые не очень любят остроту, идеально. Прям зайдет. Ну, а теперь попробуем это все с рисом. Да ну, нюх. Просто рис и том-ям. Обычно, обычно рис подают к том-яму. Без риса. К том-яму, для того, чтобы сбить вот эту вот остроту, потому что рис забирают на себя. Но здесь рис, на самом деле, не нужен. Он здесь вот именно как супчик. Но-то бене, блин. Все, очень хорошо. Здесь именно это очень хорошо. Стоит ли он 99 лей? Ах ты какой! Сколько граммаж? Я не знаю, граммаж. У них не написан граммаж, но 99 лей? Ну, допустим. За три креветки? Не, причем с креветкой. Тут сам, сам наваристость супа. Ну, нет. 60 лей, На, попробуй. 60 лей, да. он остренький, в миру остренький, мягкий, как я люблю по остроте, наваристость там есть, присутствует. Он очень хороший суп. Ну, 100 лей. Ну, вот, после пьянки прийти вот, вместо замызе есть. Да, это да. Ну, 100 лей за замыз, ты когда платил, последний раз? Никогда. Вот и все. Никогда. Часто там думают, знаешь, ну, там же креветка. Ну, креветка, три креветки. Нет, не 100 лей. Три креветки 100 лей, это даже на юге Италии они столько не платят. Сколько, что я 100 лей? В центре Кишинева, Женя. А, да, у нас подороже. Нет, я хотел заказать, у них, в меню есть одна позиция по десерту, но десерта сегодня нет, наверное, будет немножко попозже. Итак, общий счет у нас сегодня составил 451 лей. У нас раз, два, три, четыре, пять, пять блюд и пять позиций, да? Пять блюд и два напитка. Пять блюд и два напитка, семь позиций, с десертом было бы, соответственно, чуточку побольше. Что для тебя сегодня топ? Моя слабость. Давай. Говядина. Говядина. Она просто волшебная. Суп фоба, я за него готов заплатить даже больше. Это прям топ. Для меня сегодня вкуснее всего оказался потай с курицей и чуть-чуть не дотянул, у меня получается фоба. В плане того, что я бы хотел более мясистый вкус в наваре, потому что самое главное фоба это, соответственно, вкус мяса в самом... Ну, тоже относительно. Нет, это самое главное. Не слушайте Женю, идите сразу на гугл и это вот. Фоба, это получается лапша и говядина. Что для тебя сегодня оказалось самым большим разочарованием, Жень? Да, баклажаны по-сучански, или как они называются, блюда по-сучански, оно, конечно, оказалось совсем далеко от нас. Видно, там же оно и осталось в сучане. Ну, там фирменный соус, которым было полито, наверное, все. Забрало что-то, непонятно что, может быть, забрало то самое опасное, это рис, который в себя впитал и не отдал вкус. Вот, а все осталось при своем вкусе и это не самая лучшая комплектация, как принято говорить, у вас, у блогеров, коллаборация. Не самая удачная коллаборация. Поэтому это блюдо, за него я бы даже ничего и не платил. Скажем так. Для меня сегодня самым большим разочарованием были биты огурцы. Потому что, как я и сказал, для меня здесь преобладал вкус соевого соуса. Вы все видели, сами внешний вид, вкус вы, конечно, оценил Женя. Я верить нам или не верить, это ваше личное дело. Обязательно сходите, обязательно попробуйте и в комментариях напишите, что досталось вам, вкусно-невкусно. Стационарное обращение к моим любимым хейтерам. Едите и здесь. Всем пока.